Самоспасатель конструкция сложная, созданная с использованием различных химических соединений. Вывести его на свалку без вреда для природы и людей не получится. Нужно приборы разобрать и обезвредить. Этим уже занимаются в управлении дегазацией и утилизацией метана специально подготовленные рабочие. 20 минут и каждая деталь в отдельном контейнере. Для удобства расположены на высоте ящики под мелкие детали, которые потом перемещаются в емкость для стилизации. Черный металл отдельно, резина отдельно, пластмассы, текстиль, цветной металл, ну и черный металл, который идет по мелочам. После разборки корпуса, патрон идет в межоперационную тару. Простой в работе новому цеху не грозят. Здесь планируют утилизировать до 50 тысяч штук самоспасателей в год. Задача утилизировать самоспасателей не только компания СУЭП, а и со сторонних организаций. На сегодня мы уже в две компании отправили свои предложения. Это Норильский никель и Аллоросы. Надеемся, что наша услуга будет дешевле, качественнее. Мы предварительно получили разрешение Гайского и Тамбовского заводов по производству самоспасателей. Что касается экономики, то утилизировать отработанные самоспасатели на собственной базе гораздо дешевле. Предварительно просчеты сделаны. Мы дешевле ближайшего подрядчика от 50 до 80 рублей на один самоспасатель и патрон. Новый цех расположился в одном из бывших гаражей шахты имени Кирова. Сюда подвели канализацию, воду, подали надежное тепло. Создали в просторном светлом помещении комфортные условия труда и отдыха. Предприятие получило все необходимые документы для этого вида деятельности. Лицензию Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Разрешение на утилизацию и технологические регламенты утилизации самоспасателей. Согласованные с заводами и изготовителями. До конца года планируется провести аттестацию рабочих мест и принять на работу еще несколько сотрудников. Субтитры создавал DimaTorzok